Наша поездка Сиднея в Брисбен. Едем сегодня крестить вот этого малыша. Всю организацию по крещению взяла на себя моя свекровь. И это тот момент, когда тебе повезло свекровью. В семью я попала хлебосольную, вот родственница принесла запеченную ногу ягненка и вкуснейший арабский супец. Если вы видели мои видео про Австралию, то там я упоминала, что Австралия это страна переселенцев. И где-то из 12 человек 10 переехали в Австралию, и только 2 жили тут изначально. Так еще 30 лет назад родители мужа переехали сюда в Австралию. У мамы мужа славянские корни, она из Македонии, а папа мужа он из Судана. Когда-то он учился в Македонии, там они познакомились с мамой, потом папа работал на корабле инженером, и они как-то переехали в Австралию. Затем папа помог переехать сюда все свои семьи из Судана или Египта, и так получилось, что у них образовалось вот такое арабское комьюнити. Мама стала говорить по-арабски, и кстати она больше извиняется по-арабски, чем даже по-английски. Мы же познакомились с мужем в языковой школе в Барселоне. С момента сделанного предложения и до моего переезда окончательного в Австралию нас заняло 4 года. Свадьбу мы тоже сыграли в Македонии. Моя семья приехала из Украины, проделала очень долгий путь, потому что в Украине на то время было небезопасно, ну как в принципе и сейчас. Венчание у нас прошло в очень древней такой, ну уютной маленькой церкви. Добирались мы туда на катере, так как церковь стоит около воды на отвесной скале. Вот такая небольшая история знакомства, а сегодня мы крестим нашего первенца. И благодаря маме Дэниела, ее энтузиазм, нам не нужно было ни о чем думать, все было сделано для нас, все по высшему пилотажу. Даже я бы, если бы организовывала Кристины, я в принципе даже и не думала, что нужно какие-то специальные одежды для новорожденного. Кстати, напишите в комментариях, видели вы на Кристинах, когда после того, когда окунают малыша уже в купель, достают и переодевают его в какие-то священные одежды, специальные после окунания. А что самое интересное, крестик как атрибут крещения здесь не надевался. Вот такая вот интересная особенность. Ну и дабы исключить недоразумения, скажу, что семья мужа православные христиане. Так же, как и я, и как и моя семья. Это достаточно удачно совпало, так как в Австралии в основном католицизм. Кстати, очень интересно, что красная ленточка символизирует кровь Господню, ее надевают уже после крещения. Выбираем наряд, в котором он поедет в церковь. Правда, наряды немножко на вырост, но все равно все такое очень мимимишное. У маленького Лео даже есть своя именная Библия теперь. Так что буду теперь читать Лео рассказы из Библии на английском языке. И еще небольшая брошь на память. Красавчик Лео готов к своей первой церемонии. Но он еще не знает, что его ожидает. Ребят, как у вас прошло крещение? Окунал ли батюшка полностью ребенка в воду, либо немножко окропил головку? Потому что нас хорошенечко так окунул. Понятно, это не сильно понравилось Лео. К тому же я обычно до сих пор держу голову, придерживаю. Здесь батюшка абсолютно не держал голову. Я прямо хотела помочь ему. Но муж меня прямо жестом таким волевым удержал это сделать. Ну все, крещение позади. Для Лео осталось еще одно испытание. Выдержать торжество. Кучу родственников, которых он не видел. И которые хотят подержать его на руках, потрогать его ручки, личико, все дела. Ну и конечно же для меня это было тоже стоящее испытание. Ну что ж, ребята, это моя жизнь в Австралии. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok